Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. В третьей беседе на послании к евреям святитель Златоуст говорит увещевание не превозносится богатством. Не будем ничем превозноситься, ибо если Христос, будучи Богом, Господом и Сыном Божиим, не отрекся принять образ раба, филиппийцам 2 глава 7 стих, то тем более мы должны делать все доброе, хотя бы то было самое уничиженное. И чем, скажи мне, превозносишься ты, человек? Благами ли житейскими? Но они тотчас исчезают, как скоро являются. Духовными ли? Ну и то есть одно из духовных благ, чтобы не превозноситься. Чем же ты превозносишься? Тем ли, что делаешь добрые дела? Послушай Христа, который говорит «Когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Лука 17 глава 10 стих. «Богатством ли ты превозносишься? Ну скажи мне, почему? Разве ты не слышал, что мы нагими вошли в жизнь? Нагими и возвратимся?» Иова 1 глава 21 стих. «Или лучше, разве ты не видишь, как другие отходят прежде тебя нагими и лишенными всего?» «Кто превозносится тем, что у него чужое?» «А кто хочет пользоваться чужим для одного собственного наслаждения, тот лишается его и против воли, и часто еще прежде смерти. При смерти же лишаешься непременно. Ну скажи, пока мы живы, мы пользуемся им, как хотим». Нет, весьма не скоро найдете человека, который бы пользовался имуществом, как он хочет. А если бы кто-нибудь и пользовался им, как хочет, то и это не важное дело. Время настоящее кратко в сравнении с бесконечными веками. Тем ли превозносишься человек, что ты богат? Почему же? Богатство бывает и у разбойников, и у воров, и у убийц, и у развратников, и прелюбодеев, и у всех людей порочных. Почему же ты превозносишься? Если ты употребляешь его как должно, то тебе не следует превозноситься, дабы не нарушить заповеди Господних. Если же уподобляешься не так, как должно, то тебе следует скорее сокрушаться о том, что ты сделался рабом имущества и богатства, которое обладает тобою. Скажи мне, если бы кто-нибудь, страдая горячкою, напился слишком много воды, которое на короткое время утоляет жажду, но потом воспламеняет сильнейший огонь, то может ли он превозноситься этим? Или если бы кто-нибудь заботился о многом напрасно, то может ли он превозноситься этим? Чем же, скажи мне, превозноситься тебе? Тем ли, что имеешь над собой много господ? Тем ли, что у тебя бесчислено множество забот? Тем ли, что многие льстят тебе? Но это не что иное, как рабство. А дабы ты убедился, что ты в таком случае делаешься рабом, выслушай внимательно следующее. Прочие страсти наши бывают иногда полезны. Так, гнев часто бывает полезен. Не может быть оправдан, говорит премудрый, несправедливый гнев. Сераха 1 глава 22 стих. Следовательно, можно гневаться праведно. Господь говорит, всякий, гневающийся на брата своего, напрасно, подлежит суду. Матфея 5 глава 22 стих. Следовательно, гневающийся праведно не подлежит суду. Также ревность и похоть бывают добром. Одна тогда, когда служит деторождению, а другая тогда, когда возбуждается соревнованием делам добрым. Как Павел говорит, хорошо ревновать о добром всегда. Галатам 4 глава 18 стих. И еще говорит, ревнуйте о дарах больших. 1 Карифон 12.31. Следовательно, то и другое полезно. А гордость никогда не бывает добром. Но всегда бесполезна и вредна. И если чем можно гордиться, то скорее бедностью, нежели богатством. Почему? Потому что кто может жить малым, тот гораздо лучше и выше того, кто не может. Скажи мне, если бы какие-нибудь люди были приглашены в царственный город, и одни из них не требовали бы ни коней, ни рабов, ни шатров, ни гостиниц, ни одеяний, ни сосудов, но довольствовались бы одним только хлебом и водою из источников. А другие стали бы говорить, «Если не дадите нам колесниц и мягких постелей, то мы не можем прибыть. Если у нас не будет множества провожатых, если не будет нам позволено часто отдыхать и находиться в дороге только малую часть дня, если не доставят нам коней и многого другого необходимого для нас, то мы не можем отправиться в путь». Скажи, которые из них достойны нашего уважения? Первые или последние? Очевидно, что те, которые ни в чем не имеют нужды. Так точно и здесь. Одни для прохождения пути настоящей жизни требуют многого, а другие ничего. Посему и провозноситься, скорее, следовало бы живущим в бедности, если только следует. Но, скажешь, бедный часто подвергается презрению. Нет, не он достоин этого, а те, которые презирают его. Ибо как я могу не презирать людей, которые не хотят уважать то, что должны уважать? Всякий живописец смеется над всеми теми, которые, будучи сами невеждами, смеются над ним. И не обращает ни морейшего внимания на слова их, но довольствуется собственным своим свидетельством. Почему же мы поставляем себе в зависимости от мнения других? Простительно ли это? Тогда мы и достойны презрения, когда не презираем презирающих нас за бедность и не считаем несчастными их самих. Не упоминая о том, какие грехи происходят от богатства и какие блага от бедности. Или лучше сказать, ни богатство, ни бедность не есть добро само по себе, но это зависит от пользующихся. Добрый христианин обнаруживает более в бедности, нежели в богатстве. Почему? Потому что в бедности он становится негорделивее, целомудреннее, честнее, смиреннее, благоразумнее, а в богатстве встречает множество к тому препятствий. Вспомним, что делает богатый или лучше живопотребляющий своим богатством. Он похищает, лихоимствует, притесняет, и оттуда происходят преступления, привязанности, незаконные связи, волшебства, чародейства и все другое рода зла, как не от богатства происходит. Видишь ли, что и бедности гораздо легче, бедности гораздо легче быть добродетельней, нежели в богатстве. Не думай, что если богатые здесь не подвергаются наказанию, то они и не грешат. Нет. Если можно было беспрепятственно подвергать богатых наказанию, то темницы наполнились бы ими. Кроме того, богатство заключает в себе еще то зло, что неправильно приобретший его, совершая грехи беззаконно, никогда не перестает совершать их, получает раны неисцельные, никто не налагает на него узды. Бедность же, если угодно, может доставить нам гораздо более поводов к удовольствию. Почему? Потому что она свободна от забот, ненависти, вражды, зависти, брани и бесчисленного зла. Итак, не будем стараться делаться богатыми и не будем постоянно завидовать тем, которые имеют много. Но если имеем богатство, будем употреблять его как должно. И если же не имеем, не будем скорбеть о том, а благодарить Бога за все и за то, что Он даровал нам возможность при малом труде получить воздаяние, равное богатым. Или если мы захотим даже больше и из малого извлечь великие плоды. Принесший два таланта был почтен и удостоен награды, равной принесшим ей пять талантов. Почему? Потому что, хотя ему было верено два таланта, но он со своей стороны исполнил все должное и возвратил веренное в сугубом количестве. Для чего же нам стараться получать многое, когда можно и посредством малого приобрести то же самое или даже и больше? Когда при малом труде можно удостоиться награды его? Бедный гораздо легче возвратить все свое, нежели богатый, обладающий слишком многим. Разве вы не знаете, что чем больше кто имеет, тем больше желает. Посему, дабы нам не испытывать этого, не будем искать богатства и не будем сетовать на бедность. Не будем стремиться сделаться богатыми, но даже имея богатство, будем пользоваться им так, как заповедал Павел Апостол. Имеющие, говорит он, должны быть, как не имеющие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся. 1 Коринфянам 7, глава 29, 31 стихи. Дабы нам получить обетованные от Господа благо, слава Ему, во веки веков. Аминь.